Привет, друзья мои, я Олеся Медведева, и настало время подводить итоги сегодняшнего дня. Сегодня у нас 25 марта. Анализируем ситуацию на фронте и в приговорном процессе на 30-й день войны. Под Киевом ситуация остается в режиме тревожного ожидания активизации боевых действий с обеих сторон. Украина заявляет, что россияне под Чернобылем развернули крупный тыловой лагерь и блокировали Славутич. Из чего можно сделать вывод, что противник намерен всерьез закрепляться под Киевом? Также украинский генштаб сообщает, что Россия активно перебрасывает резервы в Беларусь. Это означает, что затем все эти резервы, скорее всего, будут направлены под Киев. Зачем Россия укрепляет свою киевскую группировку? Есть несколько версий. Самое распространенное это для того, чтобы продолжить попытки блокировать Киев, АТО и штурмовать его. Но есть и другое возможное объяснение. Россияне опасаются, что украинская армия на этом направлении может организовать контрнаступление. Потому и подтягивают резервы. О самом контрнаступлении в последнее время говорят все чаще. Кроме того, под Киевом стали массово фиксировать появление иностранных добровольцев. От американцев до грузин. При этом пока нет оснований говорить, что положение дел, ситуация на фронте кардинально меняется. Например, ситуация с Макаровым это населенный пункт, который расположен к югу от Житомирской трассы. И на днях украинское военное руководство заявило, что город занят в СУ. А уже сегодня украинские военные заявляют, что Макаров находится в серой зоне. То есть он не под контролем российских войск, не под контролем ВСУ. Очень сложная ситуация под Изюмом. ВСУ сообщают, что противник атаковал украинские позиции к югу от города, ближе к Каменке. Но битва за Изюм и вокруг него еще не закончена. Еще один важный момент, крайне важный. Россияне наращивают группировку флота в Азовском море. То есть идет концентрация сил армии России на штурме Мариуполя. И это же заявляют и в самой Российской Федерации. Сегодня Минобороны России подвело итоги месяца, как они это называют, спецоперации в Украине. Основная мысль, главная цель Москвы это Донбасс. А на остальные направления в Украине войска Российской Федерации ввели для того, чтобы сковать ВСУ. Поэтому, мол, и остальные города не штурмуют. Как утверждают Минобороны Российской Федерации, присутствие там, то есть на других направлениях российских войск, это некий маневр, который призван сковать силы ВСУ в Украине и не дать усилить военную группировку на Донбассе. До тех пор, пока российская армия и армия ЛДНР не займут все населенные пункты, то есть всю территорию Донецкой и Луганской областей. По утверждению российских военных, именно это является главной задачей всей спецоперации. Но при этом в Минобороны добавили следующее. Хотя такую возможность, имеется в виду штурм городов вне Донбасса, мы не исключаем по мере выполнения отдельными группировками поставленных задач. То есть, похоже на то, что концепция спецоперации будет меняться по ходу событий, в зависимости от того, как обстоит ситуация на фронте. Также сегодня пошли разнонаправленные сигналы касательно Украины российских переговоров. Начнем, пожалуй, с позитива. Да, позитива у нас давно не было. Так вот, турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что Украина и Россия близки к консенсусу по четырем из шести пунктов мирного договора. По его словам, страны близки к консенсусу по следующим пунктам. Отказ от вступления в НАТО, официальный статус русского языка, демилитаризация, отказ от размещения наступательных вооружений, вопросы коллективной безопасности. По его словам, Украина не согласна с тем, чтобы отдавать Крым России и признавать независимость республик. Но позже глава украинского МИДа Дмитрий Кулепов фактически опроверг это заявление. Он сказал, что нет никакого консенсуса с Россией по этим четырем пунктам. Он заявил, что единственным государственным языком в Украине был и будет украинский. По его словам, классификация ключевых тем на переговорах в четыре или сколько-то пунктов некорректна. В подгруппах делегации одновременно обсуждается огромное количество вопросов. По мнению Кулепы, переговорный процесс идет очень тяжело. Украинская делегация от своих требований не отступает. По сути, подтвердил это и глава российской делегации Владимир Мединский. Он заявляет, что Россия и Украина на переговорах сближают позиции по второстепенным вопросам, а по главным политическим вопросам фактически топчутся на месте. Также он заявил, что без демилитаризации и деноцификации Украины признание Крыма и Донбасса заключение договора с Киевом маловероятно. Россия настаивает на комплексном договоре, где кроме нейтрального статуса Украины и гарантии безопасности будут еще жизненно важные для России позиции. То есть, позиции России в том, что одного лишь нейтрального статуса Украины для прекращения огня недостаточно. В то же время именно такой нарратив поддерживают в Украине. Это значит, что пока нет совпадения позиций сторон, война будет продолжаться. Еще один вариант, который помог бы уладить ситуацию быстрее, это активная позиция Запада. То есть, другими словами, если бы Запад активно подталкивал стороны к заключению мирного договора. Но, опять же таки, в США по поводу переговоров дают очень противоречивые сигналы. И дают понять, что идею уступок России не разделяют. Этот момент также может играть на затягивание переговорного процесса. Впрочем, эти заявления, как Москвы, так и Киева, ОАП, в полном несовпадении позиций могут быть и обманом маневров, чтобы раньше времени не разгоняли зраду относительно потенциальных договоренностей. На самом деле, компромиссы обе стороны движутся, хотя и с большими проблемами. При этом, как мы уже ранее неоднократно говорили, и Россия, и Украина могут в ближайший месяц попытаться переломить ситуацию на фронте в свою пользу. Главная задача тут усилить переговорную позицию. Добиться от противника необходимых уступок и выйти на финальную версию мирного соглашения. Так или иначе, но очевидно, и чем дальше, тем больше, что война несет огромный ущерб и катастрофические риски как для Украины, так и для России. А потому в интересах обеих стран как можно быстрее эту войну закончить. Еще есть один интересный момент по газу. После вчерашнего визита Джо Байдена в Брюссель стало понятно, что прямо сейчас страны Евросоюза отказываться от российского газа не будут и продолжат его покупать. В ближайшие 2-3 года, возможно, постепенно снижая объемы покупки. Против того, чтобы прекратить закупки российского газа прямо сейчас, выступило сразу две страны Евросоюза. В Бенгрии и Румыния. Президент Румынии заявил, что мы прекрасно знаем, что в Европейском Союзе есть государства, которые относительно мало зависят от российского газа или российской нефти. Но есть государства, которые почти полностью зависят от газа и нефти из России. Понятно, что на данный момент вводить санкции в этой сфере нереально. Мы придерживались принципа, что эти санкции должны иметь наиболее сильные последствия, в первую очередь, для России, а не для нас. И поэтому ясно, что мы не можем применять санкции, которые в конце концов намного тяжелее переносятся нашими государствами, чем Россией. Конечно, были дискуссии за и против, но конкретного формального предложения по пакету санкций в области энергетики не было. По его словам, на отказ от российских энергоносителей могут уйти годы. Вчера с аналогичным, по сути, заявлением выступала и глава венгерского МИДа. А сегодня Польша подтвердила, что Германия и Австрия выступают против прекращения закупок российских энергоресурсов. То есть, в целом, Европа на уровне риторики хоть и поддержала идеи Байдена, но на главный удар по России нефтегазовая эмбарго не решилась. А это значит, что Россия пока сможет продолжать финансировать войну Украине и смягчать последствия от западных санкций по другим направлениям. Правда, как следует из заявлений Байдена, а также лидеров европейских стран, Через 2-3 года потребления в Европе российских нефти и газа все же попытаются свести к минимуму. Но в Москве, видимо, рассчитывают, что за это время ситуация в целом может поменяться. Война в Украине закончится, а с Европой можно снова будет о чем-то договариваться. А если договориться по итогу не получится, то за 2-3 года есть возможность, время для того, чтобы переориентировать поставки в Азию. Например, в те страны, которые против России никаких санкций не вводили. Там Индия, Китай. На Западе это тоже понимают, а потому в американской прессе уже пишут, что в Белом доме думают над мерами относительно третьих стран, которые помогают Российской Федерации обходить санкции. В первую очередь имеются в виду Индия и Китай. Но что это будут за меры, пока непонятно. Еще один элемент, скажем так, неизвестности, за какую валюту европейцы будут покупать российский газ в ближайшие 2-3 года. Россия настаивает на рублях. В Европе же самые разные страны за предыдущих пару дней дали понять, что на рубли переходить не будут. Но как будет в реальности, если Москва поставит вопрос ребром? Вопрос пока открытый. Как видим, на данный момент европейцам российский газ заменить нечем. Вот, собственно, такие дела на сегодняшний день. А сегодня у нас 25 марта, пятница. Спасибо, что смотрели. На этом у меня пока все. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте подписываться на наш телеграм-канал «Политика страны». Там всегда больше информации. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok